Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня заценим бой на танке Т-95Е6. Танк, конечно, не особо популярный может быть, но поверьте, в опытных руках он способен на многое, то есть он выливает хороший урон за счет высокого ДПМа и, в принципе, на открытых картах чувствует себя довольно-таки хорошо, так как скорость у данного танка будет здоров. И также, друзья, не забывайте, что вы можете по-прежнему выиграть золото. Для этого напишите какой-либо комментарий и укажите свой игровой ник. Также подключайте набор Северянин, всего за 100 рублей вы получите очень годные танки. Ренегант Лансен Си, АТ-15А, ТИП-64, а также уникального командира Рагнара Бьернсона и много всего другого. Тут и премиум аккаунт, и х5 опыта, и уникальная медаль, и боевые задачи всякие. Прямо реально респектую данному набору, так как это действительно недорогой способ, всего за 100 рублей, получить море, в общем-то, плюшек на свой аккаунт. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня будем играть на сайте Vodhub в игру Crash. Ну, правила, я думаю, объяснять не стоит, но все просто. Нужно забрать приз, как можно больше из возможных. Так, вот сейчас выиграл я 790 золота. Нужно это сделать до того момента, когда крашнется графиком. Может он крашнется, вот в любой момент, вот сейчас крашнется на трех. Давайте еще тысячу поставим. Может вполне даже крашнется и сразу. То есть такое вполне возможно. Вот видите, сейчас практически сразу крашнется. Даже не дошло до двух. Ну, конечно, неприятно именно проигрывать, когда в самом начале. Ну, такое бывает, к сожалению. Так. Давайте забираю. И, кстати, есть у меня для вас промо-код, который дает 50 золота на сайте. То есть вы сможете бесплатно поиграть. Но обратите внимание, что код имеет, так скажем, количество активаций максимальное. То есть 26 раз его можно активировать. То есть 26 человек может его активировать, после чего он уже будет нерабочим. Так что обратите на это внимание. Вот сейчас вообще смотрите коэффициент. 12, 13. Я просто офигеваю. Посмотрите на это. 18 коэффициент. Итак, друзья, стоит отметить, что в самолетах очередная ходява. Я все равно удивляюсь, насколько же там годные акции. И, соответственно, поиграв в самолеты, соответственно, вы сами понимаете, что это тоже от Wargaming игра. Вы получите призы, которые будут действовать и в танках. А какие это призы, спросите вы. Ну вот с 26 мая до 30 мая, то есть уже скоро закончится акция, вы можете получить коробки. Да, действительно так. Бесплатно коробки. Вот в танках. Вот так. Но мечты и мечты. К сожалению, только вот в самолетах можно получить эти коробки. Из них падает золото, при этом гарантированно от 50 до 10 тысяч золота может выпасть. Также может выпасть премиум аккаунт, тоже, по-моему, неплохое количество. И много других всяких плюшек. Там свободный опыт, серебро. Все это можно задействовать и в танках. Ну, так что, если интересно, можете попробовать. Также, друзья, вот насчет бонового магазина. Просто вот он обновился фактически уже. И, соответственно, можно приобрести некоторые танки. АМХ-50, Форж-155, КВ-5, М41Д и пятый уровень, вернее, шестой, извиняюсь, Шмальштурм. Стоит ли что-то из этого покупать? Тут, конечно, стоит отметить, что сейчас в Китае проходит такое событие, как торговый караван. И, вероятно, что дальше торговый караван уже отправится к нам. А там будут, возможно, всякие интересные лоты, как за серебро, так и за свободный опыт и за боны, конечно. Поэтому, может быть, стоит немножечко, конечно, подождать. Ну, хотя бы недельку посмотреть, как там новости будут. Потому что, ну, довольно часто, в общем-то, у нас сейчас новости разные выходят. И, возможно, появится инфа по поводу того, какие будут лоты, соответственно, в боновом магазине. Насчет реферальной программы. Тоже вопросы некоторые поступают. Что стоит брать? Ну, соответственно, ВК-168-01. Это стоит брать, если вы берете танк для трейдина, потому что это самый дорогой танк. И, сдав трейдин, вы получите самую большую скидку. К тому же, ну, есть инфа о том, что трейдин готовится серьезно обновиться в этом году. Вплоть до того, что можно даже почти бесплатно некоторые танки брать. То есть, получить совершенно новый танк, отдав свой старый, без доплаты. Поэтому, лучше всего брать самый дорогой танк. Есть также у меня ряд бонус-кодиков, которые вы можете активировать при создании нового аккаунта. Например, вы сами будете там выполнять реферальную программу. Ну, и обязательно для этого вводите при регистрации такие вот бонус-коды. Соответственно, вы получите некоторую халяву. Может быть, она небольшая, но она позволит вам значительно, так скажем, ускорить развитие реферального аккаунта. Значит, вы сможете быстрее выполнить реферал. Есть и бонус-коды, которые подходят вообще полностью для старого аккаунта. Но их очень мало. Например, Steel Commanders, такой старый бонус-код, дает премиум танк, премиум виктории, на три дня, правда, в аренду. Ну, это, кстати, очень хорошо подходит, опять-таки, для реферальной программы. Ну, и, в принципе, если у вас мало танков, тоже можете подойти. Если вы этот бонус-код активировали, потому что он, ну, не самый новый, то, возможно, соответственно, он у вас уже не будет работать. А также очень много бонус-кодов приходит на почту. Действительно, это так. То есть, мне даже некоторые подписчики говорили об этом. Ну, а чтобы вам приходили такие вот сообщения, вам нужно зайти в личный кабинет и там выставить все галочки, чтобы, соответственно, приходили вам все уведомления. Тогда в таком случае есть вероятность, что от Wargaming вам придет какой-нибудь бонус-код. Но чаще всего это бывает тогда, когда вы не играете. Некоторый такой нонсенс. То есть, когда вы играете, когда вам нужен бонус-код, Wargaming хрен, что даст. Когда вы перестаете играть, там, месяц-два не играете, сразу вам начинают бонус-коды приходить. Ну и по поводу подарков. Т-26, китайская версия, у нас, соответственно, выйдет в Новый год, скорее всего, подарок для всех игроков. Опять-таки, ну, это полезно иметь старые именно аккаунты, регистрировать старый аккаунт. Ну, даже сейчас, вот, если вы, как бы, регистрируете аккаунт, и в будущем его можно использовать как, ну, реферальный, потому что на него будут поступать, как бы, подарки для ветеранов, вот эти вот всякие хелкеты и так далее. То есть, для выполнения рефералки вполне даже сойдет. Там есть у меня какой-то аккаунт старый, древний. Мне уже там столько всего задарили, столько бонус-кодов, столько всяких танков с, в общем-то, всяких ивентов. То есть, там просто море, я там практически не играю. Иногда захожу прочекать, что дают. Соответственно, ну, вот, имейте в виду, что лучше иметь, ну, какие-то старые аккаунты. И, пускай там много будет боев, но вдруг пригодится. То есть, туда будут скидываться всякие подарки от Wargaming, предложения от Wargaming. То есть, там часто могут дать какой-нибудь прем-танк навсегда даже, или в аренду, или по очень большой скидке. Там чуть ли не 95%. Такое тоже, хоть и редко, но бывает там на всякие события. Так что, друзья, ну, в общем-то, имеет смысл. Такое, такие вот действия. Также разработчики готовят ряд всяких танков. Девятый уровень, например, К-91, вариант 2. И, учитывая то, что торговый караван, вот, соответственно, в Китае у нас, ну, потом он перейдет к нам, торговый караван, что логично. Может быть, не сразу он перейдет к нам, может быть, через месяц или через два. Но он будет. Торговый караван – это возможность приобретать танки за серебро и за свободный опыт. И вот эти вот танки, как раз К-91, вариант 2. И вот еще один танк. Сейчас можете увидеть его. Как он там называется? Соответственно, называется он ТЛ-7. Это ПТ девятого уровня. Эти два танка прям очень сильно занерфили. А это прям, ну, такой звоночек, то, что вероятнее всего для торгового каравана данные танки готовятся. Раз их так сильно нерфят, то очень, кстати, вероятно, что как раз под это событие. И на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...